здравствуйте меня зовут алина и добро пожаловать на мой канал дорогие друзья сегодня мне очень захотелось приготовить вместе с вами полезные сладости как раз вот такое время как сейчас такой осенне-зимний период я очень надеюсь что кому-то будет полезно сегодняшнее видео поскольку мы будем готовить батончики мюсли такие полезные сладости мы будем делать в двух вариантах первый вариант мы сделаем в сушилке а второй вариант мы сделаем в духовке как вы видите сейчас у меня на столе много ингредиентов это только для первых батончиков мюсли и так у нас у меня есть 60 грамм чернослива без косточки 60 грамм кураги 40 грамм темного изюма у меня есть 50 грамм грецкого ореха на самом деле орехи вы можете комбинировать можно взять 25 грамм грецкого ореха 25 грамм кундука или миндаля или ореха которую вы любите ли можете вообще микс сделать главное чтобы было 50 грамм по крайней мере так стоит в рецепте я взяла еще 15 грамм семечек и мне нужно будет где-то 15 грамм кокосовой стружки если у вас этого нет ничего страшного можете не добавлять можете это исключить есть один большой банан ну и конечно как подсластитель я буду брать мед если у вас аллергия вы можете брать сироп топинамбура кленовый сироп или любой другой сироп или сахарозаменитель если у вас нет ничего вы можете брать даже варенье которое у вас есть дома нам нужно будет одна столовая ложка первым делом я измельчу орехи и соединю в миске сухие продукты дорогие друзья теперь эту массу я буду выкладывать на лист для пастилы сразу же формировать батончики и поставлю буквально на один час температура 45 градусов в дегидратор примерно вот так они выглядят сейчас отправляю их на сушку теперь приступим ко второму варианту этот вариант мы будем запекать в духовке и я думаю что я наверно сделаю их форме печенье что у нас есть 100 грамм овсянки нашла я все-таки овсянку длительного длительной варки 150 грамм очищенного яблока 100 грамм фиников 50 грамм арахиса у меня арахис жареный и соленый поэтому я соль добавлять не буду так здесь у меня еще 50 грамм семечки вместе с орехами грецкими ну и кунжута 20 грамм кунжут у меня жареный дом я сейчас возьму вот буквально чуть-чуть в руку и попробую как-то сформировать вот такие хотя бы кружочки вот так вот выглядит духовка у меня сейчас разогревается температура 180 градусов выпекать я буду их 30 минут по крайней мере так написано в рецепте кстати вот вся масса была как раз хватило на 12 штук на 12 вот таких печенье дорогие друзья прошло 22 минуты и наше печенье уже готово на самом деле я думаю 30 минут для него будет слишком много я покажу какое оно получилось она уже поджарилась с этой стороны с этой стороны подрумянилась запах стоит невероятный сейчас я оставлю на на чуть-чуть буквально минут на десять пускай это печенье остынет потом будут готовы наши другие батончики мюсли и все вместе мы будем уже пробовать я уже выложила наши печеньки батончики мюсли на тарелку насчет батончика в мюсли они только сушилки они еще немножко влажные но когда они остынут они будут более плотные так что если вдруг вам покажется что они вот как у меня сейчас да немножко такие еще совсем рыхлые мягкие не расстраивайтесь вот так они выглядят в разрезе давайте посмотрим что у нас получилось печенье вот таким получилось печенье она полностью пропеклось вот аромат стоит невероятный орехов ну что так первыми мы готовили фруктовые батончики мюсли с медом я буду пробовать их сейчас они еще теплые не очень мягкие ну как на мой вкус поскольку я не очень люблю сладкое то я бы меда ложила значительно меньше вот целая столовая ложка меда для меня это много а так конечно очень вкусно следующий раз я добавлю наверное цедру лимона или апельсина будет еще интереснее но рецепт очень годный хороший такой так ну и печенье которое мы делали ореховое я его на зву ореховое печенье потому что в основном здесь только орехи и овсянка уважаемые зрители это очень вкусно может быть потому что я очень сильно люблю орехи для меня это печенье просто очень очень вкусно это такие энергетические печеньки которые дадут вам заряд бодрости энергии на целый день это точно с чаем то что нужно оно не сухое внутри оно такое вот хорошая мягкая за счет яблока и фиников и я очень рада что здесь извините я очень рада что здесь нет меда я думаю именно вот такие печеньки я буду делать чашки мы приготовили полезные вкусности заодно и проверили рецепты которые я нашла на просторах ютуба и могу сказать что это годные рецепты поэтому я желаю вам приятного аппетита пробуйте и обязательно напишите мне внизу понравилось вам или нет а также делитесь вашими рецептами полезных вкусностей и я обязательно их тоже приготовлю будьте здоровы оставайтесь с нами делитесь нашими видео если они были полезны поддерживайте нас лайком теплотой к вам наша семья Кэр